Привет, я Данила, можно на ты? И я девственник. What do you think about my glasses? Good parasic. Казалось бы, как так получилось? Ведь я учился на самом женском факультете, на журфаке МГУ, там только на одном курсе было 370 девушек и 30 мальчиков. В школе у меня были тоже достаточно милые девушки. Шутка, это было не так. Ну, конечно же, я никого не пытаюсь оскорбить, они были довольно симпатичными. Действительно, во многих я тоже влюблялся и говорил, нет, Данил, ты должен, с кем-то замутить, но потом 9 класс, экзамен, 10 класс, подготовка к экзамену, 11 класс, экзамен, поступление, все, учеба закончилась. На первом курсе одна девушка подошла ко мне и сказала, Данил, я хочу, чтобы ты был моим бойфрендом, прямо в лицо. Не помню, что я ей ответил, но точно помню, что мы не встречались. И в чем же моя проблема, казалось бы? Ну, конечно же, в моем вкусе, в том, что я эстет. На протяжении всей своей жизни я искал суперидеальную девушку, но никак не мог ее найти, потому что идеалов не существует, как правило. Но, тем не менее, я встретил свою соседку, которой оказалось 16 лет. Вы знаете, у меня есть такая проблема. Дело в том, что у меня есть девочка, одна симпатичная, которая мне очень нравится, но ей 16 лет. Не подскажете, какое белье ей может подойти? Хочется, чтобы она выглядела красиво, просто я эстет. А вы знаете, ее пора не так? К сожалению, нет, но она миниатюрная, ну, может быть, вот так вот примерно, такого роста, такая талия, узкая. Я думаю, она примерно как вы, только из 16. Талия, плечи, ноги. Хотелось бы, чтобы она выглядела сексуально. Ага. Вот, да, розовый. Это точно 16-летняя? Смотря что вы собираетесь с ней делать. О май гад, господи. Здравствуйте, девушка. Не подскажите, а что делать, если у меня нету девушки? Я не знаю. Ну, может быть, этот магазин может как-то мне помочь? Может, можно что-то купить, чтобы она у меня появилась наконец-то? Может, что-то порекомендуете? Например, вот этот бюстгальтер. То есть, если я подаю девушке бюстгальтер, тогда у меня сразу девушка появится. Возможно. У меня все равно нет денег. Всех идеальных девушек я всегда называл сосками. Я понимаю, что это отвратительно, это убожественно. Но при этом я так называл, и... Таков уж я человек, вы не обессудьте. Девочки, привет. Меня зовут Данила, давайте встречаться. Насколько... Что? Ай, только не... А чего вы испугались? Подождите. Там же ничего нет. У вас что, галлюцинации? Вы что здесь продаете? Подождите. Где мы будем звезды? Где? Где я буду звезда? Разве что только на небе. И все? Рядом со мной создадим пояс Ориона. Классная вода. Спасибо. Пожалуйста. Знаете, я избалован Бразерсом. Я тоже смотрю порно, как настоящий ценитель искусства. И вот эти вот порно-образы, они избаловали мое сознание. И из-за этого я не могу вообразить себе какой-то новый образ. Виноват окружающий мир. Люди, которые создают порно. И все же я его смотрю. Кто хочет встречаться? В чем вы особенно, да. Я похож на Джонни Деппа. Без костюма я миллиардер, философ, мистик, телепат. Мне не нравится Джонни Деппа. Хорошо, я похож на Брэда Питта. Мне не нравится Брэда Питта. Я похож на Никиту Джигурду. Мне не нравится Никиту Джигурда. Я похож на Путина. А почему он должен нравиться? Здравствуйте. А не подскажете, зачем мне цветы, если у меня нет девушки? Порадовать себя. Давай встречаться. Но мне все равно не понравились твои зубы. Привет. Привет. Это одной из вас. Как будете делиться? Я просто беру и все. Ты давай встречаться? Давай. Конечно, многие телки отвечают взаимностью. Они просто такие же отчаянные. А я стремлюсь не к отчаянию, а к чаянию. Как тебя зовут? Вера. Она занята. У тебя есть парень? Да. Школа, девственник, университет тоже. Различные курсы тоже. Кругом девушки, девушки, девушки. Телки, девушки, женщины, милфы. Я девственник. А сейчас мне почти 24 года. И что же получается? Все наебались, кроме меня. Я просто сразу же подкажу к девушкам и пытаюсь понять женскую сущность, так сказать. Если раньше я подкатывал бы к милфам, и они бы рассматривали меня как какого-то неуверенного школьника, то сейчас я 23-летний, неуверенный школьник. У меня голубые глаза. Я все прекрасно вижу. Like the ocean. Так. Не хочешь в нем поплавать? У всех был период Ромео и Джульетта, а я его упустил. И сейчас стоит мне подкатить ко 17-летней, она меня отошьет. Ведь уже наебалась. Привет. Мы знакомы с тобой с прошлой жизни. Я нашел тебя, я искал целых тысячу лет. Слышно. Привет, я Данила, можно на ты? Давай встречаться. А можешь приспустить маску? Мне кажется, я тебя знаю. Мы встречались тысячу лет назад. Ты помнишь такого человека, как Пифагор? Тебя звали Аристипа. Я знаю. Да. И мы были вместе. Неужели ты меня не помнишь? Я полагаю, что мы должны быть вместе сейчас. Тебе так не кажется? О, девочки, привет. А давайте встречаться, девочки. Меня зовут Данила. Давайте, девочки. Ебать ее, черт вообще. Время летит очень быстро. Коллеги, как найти девушку? Мне уже 23. Тиндер уже не помогает? А нет, меня там не лайкают в Тиндере, кстати говоря, категорически. Лайкаешь всегда из дома. Дома сел, и все лайки только из дома. Все это в радиусе 15 метров. И делаешь максимальное количество лайков, пока они не закончатся. И так дней 5-7. И только потом. Давайте встречаться, девочки. Давайте встречаться. Меня никто не лайкает. Я дошел даже до такого уровня абсурда, что начал свое быть вправо всех. Украина, которые бежали из страны. И телок из бедных городов. Все равно нет взаимок. Я же в кино снимаюсь, актер. В каком кино? Или это тоже фантазия? Не, не фантазия. Чародей. Фильм такой есть. Правда, ну, можешь посмотреть, да он пока не вышел. Лень говорить просто зачитаю нахуй. Все знакомство, как правило, начинается с хорошего общения. Потом это общение начинает заменяться тактильностью. Парни и девушка трогают друг друга. То есть искренне обнимаются. Целуются в щечку при встрече. Патрунивают друг на другом. А уже тактильность переходит либо в теплый секс, либо в теплые дружеские отношения. И эту тактильность я называю переходными этапами. Так вот, если у всех тактильность перешла в секс, я даже не дошел до тактильности. И выходит, у меня нет даже плотной дружбы с телками. Я боюсь их тел. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, этот запах повысит мои шансы на секс? Я думаю, что да. Ты хочешь секс? Ты хочешь секс и деньги? Ты хочешь секс и деньги? И тогда 100% будет прокатывать, да? Я думаю, стоит попробовать. Ты хочешь секс и деньги? Нет. Я же говорил. Ты заметила, что девушка готова была пойти на контакт? По-моему, Джонни Депп уже сдала позиции. Можно было просто спросить, а что? Что? Ну, можно было на русском, мне кажется. Ты хочешь секс и деньги? Нет, спасибо, мне Литик не нравится. Это бренд Литик, мы очень популярный бренд. Классные наркотики. В Америке, в России, в Европе мы просто для мужчин, для женщин создаем самые лучшие продукты. Наш средство нравится всем. О май гад, я вижу Брэда Питта! Шеет! I have lots of money, о май гад! Классное средство! Я рад тебя видеть, привет, мои одноклассницы. А вот видите, кем я стал после школы. Схожу с ума! По факту мой имидж достаточно провокационный. Я полагаю, что он сыграл свою существенную роль. Я снимаю самый необычный контент, где бью себя по заднице, говорю, что многие девушки и соски, да, это для меня красивые девушки, а не просто которые... Но это же нужно как-то пояснять, а природу не обманешь. Еще не оконимался. Брэд Питт, you wanna sex? А вообще я не хочу раболепствовать перед дамами. Но это же капец. Ты подходишь и говоришь, что тебе девушка понравилась, а она просто отшивает тебя. Ты как будто бы надеваешь на ней эту пластмассовую корону. И я считаю, что сегодня эту корону очень важно плавить. И плавить умело. Не обязательно говорить там, ты некрасивая. Можно сказать, ты некрасивая, пойдем потрахаемся. И тогда будет гармония. С одной стороны, вы сняли пластмассовую корону, но с другой стороны, сказали, что вы красивая, сказав, пойдем потрахаемся. Дело ведь не только в том, что я эстет, но и в том, что кругом одни эстетки. Я подхожу, говорю, давай познакомимся. Но они говорят, нет, у меня нет времени, у меня есть парень. Постоянно что-нибудь придумывают. И тем не менее, я не теряю надежды. Я всегда ищу ту идеальную, которая ответила бы взаимностью. Но, к сожалению, я москвич. И они тоже, ну, москвички. Плюс женский темперамент, конечно же. Привет. Меня зовут Данила. Давай встречаться. Нет. Не получилось. У меня есть теория безбабного транса. Это когда тебя девушки все отвергают, и ты замыкаешься в себе для того, чтобы стать самому для себя кем-то. Личностью. Неповторимой личностью, которой будет завидовать каждая, которая тебя когда-то отвергала. Пусть завидуют, сучки. Не той стороны. И все-таки природа творит чудеса. Она рождает красивых людей, которые впоследствии становятся блядями. Это отвратительно. Полагаю, что дело также в моей зоне комфорта. Я никак не могу из нее выйти. Я искал ту единственную и никак не мог найти. Подойти. Можно ли с вами познакомиться? Вон впереди тут две девушки. Давайте попробуем этот метод. Я полагаю, что он тоже не сработает. Можно с вами познакомиться? Можно с вами познакомиться? Подписывайтесь на мой инстаграм. Вы знаете, только сильные девушки там держатся, и не отписываются, потому что есть у него вообще страшные рубрики. Журфаки на журфаке. Вам тоже хорошего дня. Пока. Пока, удачи. Здравствуйте. Здрасте. Поинтересоваться, для каких? Конечно. Для собственных. А вы знаете, дело в том, что я ищу красивую девушку, но никак не могу ее найти. Может быть, вы мне подскажете. Дело в том, что я уже думал сделать суицид и утопиться в этом пруду вместе с утками. Я думал, что у вас голова светлая, и вы сделаете правильное решение. Может быть, есть какой-то совет, чтобы я вот сейчас жизнь свою спас? Вы можете ее спасти, понимаете? Вы ему спасите. Советы передаю. Я всего лишь охранник. Я с безопасностью. Охраняйте красивых девушек от красивых мужчин. А я все не знаю, что вы найдете. Мы нашли уток, вы знаете. Уток, да. Это то, чего мы искали, очевидно. Вы только посмотрите на их красоту. Я полагаю, что на этом можно остановиться. Конечно. Ну, вот как-то так. Значит, ваша ближайшая крупная цель – лишиться девственности на норвежской скале язык тролля. Данила, мне кажется, что вы навязываете себе образ идеальной девушки, какие-то символы в виде каких-то языков. Но мне кажется, что символы все эти нужны вам только для того, чтобы убежать от себя настоящего. Но в том-то и суть, что настоящее «я» – разное «я». Кто вам такое сказал? Я. Об этом я и говорю. Если хотите совокупиться с девушкой своей мечты, избавьтесь от себя разного. Вы предлагаете стать никем? Я ничего не предлагаю. Решение только за вами. Выбираю секс на языке тролля. Воля ваша. О, you wanna sex?